Получить высшее образование, не покидая рабочее место, вполне реализуемая задача. К такому выводу пришли тверские и российские эксперты в сфере образования. Студентам-заочникам из Тверской области больше не придется ездить на сессию в областной центр. Слушать лекции, сдавать экзамены они смогут по видеосвязи. При этом качество знаний не должно уступать аудиторным. Какие вузы и какие направления смогут поменять формат обучения в следующем сюжете. Тверские федеральные эксперты в области образования обсудили создание нового образовательного проекта, первого в стране корпоративного центра дуального образования. Он даст возможность студентам-заочникам получать высшее образование без отрыва от производства. Слушать лекции, сдавать экзамены и даже защищать диплом студенты смогут дистанционно. Дуальное – это когда имеется в виду на рабочем месте. То есть люди, которые получают профессию и некую практическую часть образовательной программы, они реализуют на рабочем месте. Под руководством и влиянием предприятия там, где они работают. В то же время основная программа, вся ее теоретическая часть и прочее, она будет преподаваться онлайн, чтобы люди могли это делать не уезжая. Учебный процесс в новом формате может стартовать уже в сентябре 2021 года. По сути, он ничем не будет отличаться от аудиторного. Все те же лекции, теория и практика. Даже сроки обучения останутся прежними – 5-6 лет. Ко всему прочему, сотрудники предприятий, у которых уже есть диплом об окончании университета, смогут повысить свою квалификацию также, оставаясь на рабочем месте. Только в этом случае времени на это уйдет в разы меньше – всего 3-6 месяцев. Пилотной площадкой для реализации проекта станет РЖЕФ. А курировать процесс будет Тверской государственный университет. Однако обучать специалистов смогут не только учебные заведения Верхневолжья, но и вузы других городов, в том числе и столичные. «Направления, которые мы хотим реализовать, они исходят, конечно, из потребностей Ржева, Ржевского района. И там очень большая, конечно, потребность в инженерных направлениях, машиностроении и прочее. Есть вузы федеральные, которые реализуют эти программы, то есть есть у них программы онлайн». Соответственно, диплом выпускник получает того вуза, по программе которого он обучался. Первыми покорять горизонты нового формата обучения смогут трудящиеся предприятия Ржева и Ржевского района, имеющие среднеспециальное образование. Однако перед тем, как проект начнет воплощаться в жизнь, необходимо разработать новые стандарты образования. Собственно, это сложная и долгая работа. Тем не менее, как считает Андрей Белоцерковский, нововведение поможет сохранить на рабочих местах квалифицированные кадры.